Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня у нас в гостях Антон Калинин, президент Федерации силового экстрима города Рязани и организатор фестиваля RZN Fest. Это такой мультиспортивный праздник, уже знакомый многим рязанцам. Я думаю, кто побывал на нем однажды с нетерпением, ждет уже начало июня, чтобы прийти еще раз. А для тех, кто еще не слышал, мы сейчас расскажем, что же такое RZN Fest и что ждет тех, кто посетит Барковской карьер, территорию на Барковском карьере в даты праздника. Здравствуйте. Что ждет в этом году? В этом году у нас три вида спорта, но усиленных в прошлом году было шесть. В этом три, но усиленных очень серьезными спортсменами со всех уголков страны. Более 70 городов сейчас заявок. От Амура до Красноярска. То есть, все из Сибири летят, из Севастополя летят. В общем, большая география в этот раз участников. И в этом году планируется снятие очень многих рекордов. Также у нас будет открытие в этом году про-турнира. Мы в этом году запускаем про-турнир по пауэрлифтингу. Называться он будет Король и Королева Вилкс. Приедут спортсмены и спортсменки про-уровня. То есть, это люди, которые поднимают больше всех в мире. Приедут несколько спортсменов снимать как раз олтаймы. То есть, за время существования этого спорта в этих движениях никто... Ну, если они поднимут, опять-таки, никто не сделал больше. И открытие этого турнира... Мы запланировали такой интересный момент. Мы будем с крана сбрасывать огромный шар металлический на машину. И инициатор этого, так скажем, открытия выступил Михаил Кокляев. И он его как раз и проведет. В любом случае, все, что вы сейчас описали, это очень зрелищно. И, соответственно, любимо зрителями увидеть подобное своими глазами. Можно далеко не каждый день. Ну, не то, что недалеко, не каждый день. А на нашей земле один раз в год только можно увидеть. В этом году мы сделали вход бесплатный. Так что ждем всех желающих приобщиться к спорту. Только с одним прям маленьким уточнением. С одним маленьким правилом. С одним маленьким требованием к зрителям. Это у нас спортивный праздник. И мы не сможем вас пригласить к нам в мероприятие, если вы все-таки решите в этот выходной немножко расслабиться. Тогда это не к нам. Это логично, потому что здоровый образ жизни – это то, что вы в целом в вашей компании давно уже пропагандируете. Несете в массы и своим примером в том числе. Вы обозначили три вида спорта. Итак, первый – это силовой экстрим. Силовой экстрим. Силовой экстрим. Давайте немножко расскажем. Силовой экстрим стал знаменитой в нашей стране благодаря Турчинскому. Это профессиональная лига силовой экстрима. Показывали по федеральным каналам. Были тапы и так далее. Все наблюдали за этим. После этого небольшой спад. Сейчас возвращается. Атлетов становится все больше и больше. Если в прошлом году, например... Ну, и у нас на турнире тоже. Приедут сильнейшие спортсмены в этом году. Сильнейшие спортсмены. Если в прошлом году мы делали ставку больше на любителях, то в этом году приедут прям рубиться профессионалы. Битвы титанов. Ну, да. Наверное, назовем так. Потому, что это прям топовые спортсмены во всех весовых категориях. Их три. 95 килограмм, 105 килограмм. И, так скажем, абсолютная категория свыше 105 килограмм. Ведущим будет Артем Тарасов. Приглашенные судьями – это Денис Цыпленков и Владимир Калиниченко. Как раз бывшие знаменитые стронги с профессиональной лигой силового экстрима. Ну, и Денис Цыпленков – сильнейший рукоборец с планеты. Мне кажется, даже тот, кто далек от спорта, и то слышал это знаменитое имя. Ну, или видел, как он щелкает орехи двумя пальцами грецкие. Да. Знаменитый человек. Возможность увидеть воочию. Даже наверняка сфотографироваться он будет не против. И заодно познакомиться с таким направлением настоящими современными богатырями, можно сказать. Ну, да. Наверное, так и позиционируем. И позиционируют силовой экстрим в России. То есть, это современные богатыри. Еще одни богатыри для моего личного восприятия – это пауэрлифтеры. Пауэрлифтинг – второе направление, которое можно будет лицезреть во время праздника. Наблюдать за этим. Ну, если стронги – это все-таки уже, так скажем, люди, которые выросли в каком-то виде спорта и ушли в стронг. Ну, стронг – это, наверное, ММА в мире единоборств. То есть, там нужно делать абсолютно все. Это и таскать, и жать, и так далее, и так далее. То есть, это такой... Универсальный. Ну, да. Очень универсальный, очень травмоопасный вид спорта. И далеко не всем, так скажем, он подойдет. То пауэрлифтинг – это самый доступный, наверное, вид спорта, по которому можно выступать все время. Даже если ты не занимался вообще пауэрлифтингом, вообще никаким видом спорта, то можно прийти, подготовиться. Ну, то есть, найти своего тренера, прийти в зал. И доступность залов, вы представляете? То есть, если стронг – нужно камни, нужно большие гантели, которых нет в обычных фитнес-центрах, то по пауэрлифтингу можно подготовиться в любом фитнес-центре. Очень сейчас стало, так скажем, большое направление онлайн-тренеров. То есть, тренируют лифтеры, так называемые пауэрлифтеры, сокращенно лифтерами, не путайте, которые лифт чинят. То есть, многие профессиональные лифтеры дают консультацию онлайн. И, в принципе, свободно можно подготовиться. Например, после того, как я занялся пауэрлифтингом и потом начал организовывать соревнования, втянулась в этот вид спорта моя мама. Даже так? Да, да, да. Маме в данный момент исполнилось 60 лет. Она мама пятерых детей, я старший. И она на этих соревнованиях в том числе будет принимать участие в троеборе. То есть, это пауэрлифтинг, это есть троебори, это присед, жим, тяга. То есть, это три движения, в котором человек должен поднять максимальный для себя веса на разовые повторения. Мы стараемся его разукрасить такими приемами, как кострами, ведущим, живой музыкой на помосте, объявлением, рассказыванием о том, кто это, кто выходит и так далее. Тогда он становится зречным. Так? То есть, присед, жим и тяга. Мы не будем себя обманывать, лифтеры. Но это такое себе. Не знать, сколько это весит. Если это не объявлять и не говорить. Какие-то люди выходят и делают то, что люди делают в тренажерном зале. И это такое. А вот если знать, сколько человек весит, сколько он поднимает. То есть, например, в прошлом году был такой Максим Чурсанов, который снял all-time рекорд мира в 60-й категории. То есть, именно в 60-й категории никто ни сановую тягу не делал в таком весе и в таком количестве. Он потянул 291 килограмм. Это почти 5 собственных весов. 5 собственных весов ни в какой категории никто в мире не делал. Поэтому мы решили в этом году сделать специальный приз. И эту номинацию обозвали человек-муравей. То есть, если кто потянет 5 собственных весов, получит специальный приз в 100 тысяч рублей. Видите, я как раз хотела отметить, что получается, вы как организаторы обладаете настолько, скажем так, целью заинтересовать зрителя и создать для зрителя праздник, что сумели, как вы говорите, из незрелищного вида спорта создать. Вот для меня, как для человека далекого от пауэрлифтинга, интересное. Что-то интересное. Я в этом году обязательно тоже пойду смотреть, например, и наслаждаться и вашими комментариями, и другими дополнительными созданными для зрителей ресурсами. И третий вид спорта, который будет представлен на празднике. Это борьба на поясах, всероссийский турнир имени Владимира Николаевича Емельянова, ныне здравствующего заслуженного мастера, спортзаслуженного тренера и Советского Союза, и России, воспитавших плеяду чемпионов, чемпионов мира. И организатором этого фестиваля, соорганизатором этого фестиваля выступает его внук Емельянов Александр. Такая преемственность поколений, как у вас в семье, так и у них в семье. Получается, спортивные семьи, которые дают пример, в том числе зрителям, что так можно. Ну, да, Владимир Николаевич и сын является тренером, Алексей. И внук тоже, он и готовит спортсменов, и вот как организатор пытается и судит. Очень неплохо, там, судья международной категории, по-моему. Борьба тоже, как раз борьба, мне кажется, достаточно любима в Рязани. Много здесь, скажем так, разных видов единоборств представлено и в детском спорте, и даже в спорте высоких достижений. Кто-то из рязанцев выходит периодически. Поэтому, мне кажется, борьба среди рязанцев любима. Обязательно приходите посмотреть, как это делают на РЗН-фест. А там все делают на высшем уровне. В прошлом, позапрошлом году, кроме спортивных самих состязаний, зрителям вы создали, как организаторы, вообще идеальнейшие условия. Можно было и детей отдать и аниматорам, которые занимались, и перекусить. И у вас был прекрасный комментатор, который, скажем так, подогревал интерес. В этом году наверняка, учитывая то, что я видела, вы развиваетесь каждый год. И в этом году наверняка тоже будет чем заняться зрителям, помимо созерцания самого спорта. Да, нам всегда кажется, что мы что-то недоработали. И стараемся делать всегда получше. В этом году будет не один аниматор, а три для разных возрастных категорий. Конечно, будут ведущие. И в этом году ведущие сами будут более подготовлены к каждому виду спорта. И будут каждому спортсмену иметь информацию. То есть, даже больше рассказать. В этом году чуть усовершенствована программа. И мы в реальном времени можем видеть очки спортсменов болеть за того или иного в реальном времени. То есть, мы при каждом движении будем понимать, как появился у нас лидер. И догоняет ли его кто-то. И так далее. В этом году мы подготовили пляж. Что вдруг кто-то устал от спорта. Сможет отдохнуть. Полежать на пляже. Подготовили зону барбекю. А также сменили подрядчика по питанию. В этом году будут профессионалы, которые занимаются именно выездными мероприятиями. Это, может быть, жители города знают. Это доставка шашлыка Ереван. То есть, у них большие мощности по подготовке и вкусного мяса. Чем еще запомнился ваш праздник? Это, допустим, в прошлом году. То, что я видела. Это крутые призы. Мне кажется, и спортсмены были довольны. В этом году тоже будут? В прошлом году у нас главные призы. Это были первые места в абсолютных категориях. То есть, самым-самым, прям самым сильным. И только первые места. Это были кубки в виде мачете. В этом году, я думаю, мы превзошли сами себя. И в этом году будут вот такие вот кубки. С нанесением. То есть, они с логотипами Эрзенфест. Но только с самым-самым сильным спортом. А также куча призов от спонсоров. А вообще, для чего вы создали это мероприятие? Какая цель у этого праздника? Ну, можно сказать, банально. Что там для продвижения спорта. И так далее, и так далее. Но самое главное у нас... Про нас я говорю организаторов фестиваля троих человек. Это меня, Дмитрия Дроганова и Данила Калинина. У нас есть дети. И мы... Такая, может быть, дурацкая и романтическая мысль. Что если придут больше людей к нам. Приведут больше детей. Для этого мы как раз и делаем аниматоры. И так далее. Чтобы дети приходили. Они увидят, что спорт это классно. И родители увидят, что спорт это классно. И пойдут заниматься. Тем самым покажут примеры. И у нас в городе чуть больше будут людей здоровых. Неподверженных вредными привычками. Будут более здоровый город. Как-то так вот. В общем, приглашаем всех. 17-18 июня. Борки. Ориентир. Третий район. Дом 43. Далее по указателям. Вход бесплатный. Доезд на 11 автобусе. Ну, либо на собственных транспортных средствах. Будет весело. Интересно. Ну, и будет чем заняться всем. Ну, а если вы готовы помочь финансово, мы рады будем принять эту помощь. И сделать этот праздник еще более качественный. Еще более масштабный. Подтянуть больше видов спорта. В общем, для сотрудничества милости просим. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин